101 пиар УТП 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 нашей страны. Ты приезжаешь в страну, там, предположим, в Азию, заходишь в магазин продуктовый, чтобы купить что-то себе из местного попробовать. И ты заходишь, и ты вообще не понимаешь, что там продается. То есть ты не можешь понять, это там молоко, или это хлеб, или что-то еще, какие-то батончики. И ты не понимаешь, что это вообще такое. И вот как раз в этот момент очевидна польза рекламы для человека, для выбора более легкого, да, и очевидно, вот это УТП, которое мы формируем в наших коммерческих предложениях, да, и в рекламе. Правильно ведь я понимаю? Ну, реклама тоже разная бывает. Можно просто расхваливать товар, а можно конкретно сказать, покупай у меня потому что. Потому что, да. Вот если бы на одной из упаковок сока было бы написано яркими красными буквами там в видимой части упаковки покупай мой сок потому что, вот был бы ответ на вопрос, то я уверен, что доля рынка стала бы меняться после этого шага. Вот в чем смысл УТП. Если есть УТП у компании, то тогда клиенты от конкурентов начинают перетекать к вам. Почему? Потому что у вас есть внятный ответ на вопрос, почему лучше покупать именно у вас. Вот в чем смысл. Но вы знаете, вот по роду своей деятельности я часто веду переговоры с предпринимателями, с собственниками, с маркетологами и на вопрос о конкурентных преимуществах, знаете, что чаще всего мне отвечают? Я спрашиваю, почему нужно у вас-то покупать? Зачем потребитель придет именно к вам? Они говорят, мы делаем быстро и качественно. И в этот момент у меня вопрос. То есть делать быстро и качественно это что-то уникальное, видимо, то есть все остальные делают медленно и плохо или как? Есть такое понятие стандарта отрасли. Ты в отрасли делаешь вот так, потому что если ты не будешь так делать, то ты будешь за пределами этого отрасли. То есть за пределами интереса покупателя. Поэтому да, люди много стараются, ну их можно понять, они много стараются, вкладывают душу, вкладывают время, не досыпают, не уделяют должного внимания своим семьям, предпринимателям, руководителям. Это понятно. Работают много, но и конкуренты тоже много работают. Вот в чем смысл. Главный-то вопрос. Вот как предпринимателю найти свое УТП? Или создать, если его по факту сейчас нет? Главный миф, что УТП можно придумать. УТП придумывать нельзя. Главный миф. Его надо извлекать, разрабатывать. То же самое, как печь хлеб. Нужен определенный набор технологических операций. Если ты хоть одну операцию не сделаешь, то получится непропеченный хлеб. Также точно и про УТП. Его нужно извлекать. Сначала понять, какое у нас есть стратегическое преимущество. Этот вопрос часто не лежит на поверхности. Его нужно извлекать глубинно, то есть из глубин информации. Для этого делается стратегический анализ, очень такой многоступенчатый. Для этого делается конкурентный анализ, для этого изучается мнение клиентов, причем глубоко, а не просто какие-то опросы с галочками. Это уже сейчас не работает. И после вот этой громоздкой глубокой работы мы можем понимать, какое у нас есть стратегическое преимущество, которого нет у других компаний. Только после этой работы. К счастью или к сожалению, я не знаю. То есть так просто из головы его не возьмешь? Нет, не возьмешь. То есть субъективное представление предпринимателя о собственной компании, оно в разработке УТП никак не поможет? Вообще, друзья, смотрите, когда мы сами про себя что-то знаем, это прекрасно, но часто нам не хватает взгляда со стороны. Это очень часто, потому что мы на одном берегу, у нас глаз замылен. Я в 90% случаях вижу, что бизнес недооценивает свои конкурентные преимущества, которые именно могут тянуть на стратегическое преимущество. Они, как, знаете, я сравниваю с алмазом. Алмаз же, что такое алмаз? Это грязный камушек на вид. То есть мы не понимаем, что из него можно сделать бриллиант. Да. Он на вид совершенно не представляет для нас какой-то ценности. Мы могли его взять в руки и выкинуть вообще куда-нибудь. Вот. А на самом деле из него мог бы получиться очень хороший бриллиант, а если имеющий оправу красивый, то совсем здорово. И у многих предпринимателей такие алмазы, бывает, не по одному валяются в ящике стола годами. И они по какой-то причине не могут понять. У нас был смешной случай. Вот, например, есть прекрасное предприятие «Орбита» у нас в Кирской области. Да. Они производят по контракту различные, значит, там, ну, парфюмерные, косметические средства. И у меня учился человек с «Орбиты» два месяца. Представляете, курс был два месяца, реклама 2.0. И только под конец второго месяца человек сказал, что, оказывается, они делают зубную пасту для космонавтов, который почистил зубы там и полгода там что-то не будет происходить. Какие-то трещины. Паста оказалась уникальна, запатентована. Я говорю, слушай, они, понимаете, они этого не знают. И еще случай из этой же группы. Оказалось, у девушки, которая работает в архитектурном бюро, оказалось, что они маленькое бюро спроектировали гостиницу «Хилтон», которая сейчас 4Е. Я же думал, что это, да все думают, что это, наверное, был готовый проект. А на самом деле, кировская компания проектировала. Я говорю, слушайте, у вас на сайте на видном месте должно быть написано. Это не УТП, но хотя бы одно из преимуществ, которые вы просто прячете. Вы недооцениваете его. Вам кажется, что это ничего такого. А на самом деле оно вау вызывает. Или там, например, вот мы с Артавангардом работали, нашими кистями расписывался храм Христа Спасителя. Артавангард — это компания, которая производит кисточки. Да, кисточки Мольберт. Они номер один в России, они за рубеж много поставляют. И вот были сомнения у людей, надо ли это писать. Ну, конечно, надо. Да как не надо. Это яркие как раз бриллиантики, которые надо показывать всем. Конечно же, надо, потому что эти факты очень интересны людям. Еще, знаете, вот у меня такая есть позиция, верхушка айсберга называем. То есть айсберг же что? Он такой похож. Мы видим только маленькую часть наверху, а внутри него есть такая, знаете, средняя часть и нижняя часть. И нижняя, как бы самая большая. Так вот мы, предприниматели, владельцы бизнеса, маркетологи, мы стараемся рассказать сразу нижнюю часть. Мы даем много деталей, много информации. И такой, знаете, шум идет. А у человека мозг, он не будет у покупателя это все воспринимать, анализировать. Он даже не понимает, а польза-то для него какая? Да и он еще, знаете, надо еще уговорить его, чтобы он слушал все это. То есть это еще такой момент, все бежим-бегом. То есть сейчас битва за внимание покупателя, одна секунда, две, все. Вот. Есть второй уровень, а есть верхний уровень. Так вот, УТП это верхний уровень. Ты говоришь одну фразу, и у человека возникает интерес с тобой хотя бы познакомиться с тобой поближе. И он уже понимает, что ты за айсберг такой. И ты на втором уровне можешь чуть-чуть еще добавлять. Вот смотри, вот у нас таких пять-пять моментов, да, и так далее. Например, вот водовоз из русского села. УТП. Принципиально чистая вода и доставка с великодушным сервисом. Прекрасный УТП цепляет народ. Там ух, просто у нас там прямо так видно, как это людей. То есть чуть-чуть необычные слова, нестандартные, потому что, ну, тяжело же, фильтр мозга пробить тяжело. Поэтому чуть-чуть необычные слова мы любим. Типа ласковые шапочки для маленьких детей отличаются удобством. Эти ласковые шапочки, это просто, они даже мужикам нравятся. Хотя на женщин рассчитаны. Ну, какой мужчина не любит ласковые шапочки. Ласковые шапочки, да-да-да. Вот, и вот это, что за шапочки ласковые? У нас сначала собственник бизнеса сказал, она говорит, что за ласковые шапочки, что у нее отражение было сначала. А сейчас так все любят, что это ухо. А это очень мило, особенно для детей. Да, и получается, вот эти вещи, как бы они, а, принципиально чистая вода и доставка с великодушным сервисом. А второй уровень, почему принципиально чистая? Потому что пять принципов чистоты. И начали рассказывать, что за принципы чистоты. Чистота места, чистота, значит, там воды, чистота бутыли и так далее. Да. Вот. Хорошо. Давайте вот по пунктам прям разберемся. Вот как построить свое УТП? Вот прям вот мы сейчас с вами как учители выступим. Вы выступите как учитель для наших слушателей. Вот насколько я понимаю, вот насколько я разбираюсь в этой теме, все-таки мы начинаем с истории создания компании. То есть как предприниматель решил, почему он решил вот эту компанию создать? Не обязательно. Не обязательно. А с чего тогда мы начинаем? Вообще технология, вот как мы говорили, печь хлеб, да, технология создания УТП, стратегического УТП, она заключается 15 шагов. Из 15 шагов. Чтобы их все сейчас не перечислять, я расскажу четыре основные группы вот этих шагов. Они объединяются в четыре этапа. Первый это стратегический анализ. Вообще стратегический анализ надо делать любой компании хотя бы раз в три года. Но очень многие компании никогда не делали его. Что это такое? Туда входит набор анализов, включая как бы анализ самой привлекательной целевой аудитории, ядра целевой аудитории. То есть по сегментам смотрим разные группы и смотрим, какой нам выгоднее. На кого мы хотим работать. Да, потому что такие интересные вещи есть. Например, компания Мишмастер, она думала, что работа для парикмахеров. Оказалось, что для обычной женщины. Да. Представляете, мы когда выяснили все, и собственники посмотрели, блин, так мы что, вот более прибыльная аудитория рядом с нами, а мы ее игнорируем. Мы все усилие направляем на парикмахера, а она тает эта группа с каждым годом, потому что франшайзинг заходит там в сети всякие и так далее. Рынок сжимается, и там денег мало, ну, в плане наценки. Интересный, хороший случай. Вот. И получается, стратегический анализ, мы делаем там анализ целевой аудитории по сегментам, делаем старый добрый свод-анализ, делаем конкурентный анализ. Это вот если верхушку взять, то эти три вида анализа точно мы делаем. Ну, плюс еще там пару-тройку анализов можно будет там. Немножко про свод-анализ. Давайте расшифруем, что это такое и зачем он делается. Старый добрый классический свод-анализ. Сильная сторона, слабая сторона, это внутренняя среда компании и внешняя среда, возможности и угрозы. Значит, многие компании делали свод-анализ, но они делают его почему-то наполовину. То есть они его сделали и положили. Вот такой листочек лежит на столе. И что с ним делать они не знают. И как вот мы сделали свод-анализ. Я говорю, слушайте, а что вы его, значит, делали не до конца. Потому что когда свод-анализ сделан до конца, то у вас на выходе план мероприятий из нескольких десятков пунктов, проаранжированный таким образом, что выполнение только первых пяти-десяти пунктов вам уже даст рыночный рывок. Уже даст рыночный рывок. И вот этого плана я людей не вижу. Я вижу, что свод-анализ сделан, но какой-то теоретический что ли, неглубокий. Вот у нас глубины не хватает в работе. Мы все бегом бежим. То есть табличку они сделали, а что дальше, шифровать ее, проработать и не нужно. А плана конкретного действия нету, да. И он не транжирован таким образом, чтобы можно было сделать трыночный рывок. Потому что свод-анализ, ты на выходе получаешь такой план действий, которого нет у конкурентов на самом деле. Потому что эти свод-анализы, они мало кто делает его. Единицы. Ну кто-то сделал, раз его кто-то сделал, положил, и в нем даже разочаровался. Я много раз слышал. Ну что это свод-анализ? Что это? Не знаю. Я сделал штук 45, наверное, в своей жизни. Прекрасный инструмент. И собственники благодарили за помощь в этой работе. Просто благодарили. Хотя можно самостоятельно сделать. Важно глубины. Но мы в книжке пишем про нюансы, как все это надо сделать. Пишем про эти нюансы. Вот. А анализ конкурентов, то есть третий анализ в стратегическом планировании. Анализ конкурентов. Как это делается? Что мы анализируем конкретно? Берем критерии, которые важны клиенту. То есть как бы, ну, условно поясню. Смотрите, в свод-анализе сильной стороной у нас может быть, например, может быть, ну, то, что мы работаем без кредитов на свои. А клиенту может быть без разницы на свои вы работаете на кредитах. Поэтому мы не включаем в конкурентный анализ все сильные стороны. Мы включаем только те параметры, которые важны клиенту. Выгодны для клиента скорее. Да, да, да. Причем еще такой момент есть. Мы можем включить туда те параметры, которые еще пока рынок вообще не дает никто. Но клиенту они важны. Вот это как раз вещь делается на, узнается на фазе исследования клиента второй этап. Поэтому мы конкурентный анализ сейчас стали делать не в первом этапе, а после второго. Когда мы от клиентов получаем информацию, которая для них важна, но мы же еще до того, как их спросить не знали об этом. Вот в чем смысл. Мы когда общаемся с клиентами, мы всегда узнаем что-то новое. Если ты пообщался с клиентом и не узнал что-то новое, значит, неглубокое исследование. Значит, неглубоко пообщался. Что нужно, что важно узнать у клиента? Важно узнать глубинные мотивы. Вот эти вот пресловутые 7 почему. Почему женщины покупают шубу? Потому что все женщины мечтают о шубе. Этого мало. Это неглубокий подход. Это знаете, как зуб болит, выпить таблетку или сходить к врачу. Ты выпил таблетку, боль ушла, но через 2-3 дня боль вернется. Надо идти лечить канал. Это все-таки другие вещи. Глубина разная. Вот поэтому здесь в исследованиях я часто вижу, что люди ограничиваются только опросами. Или люди делают фокус-группы, которые я бы, если честно, запретил бы, потому что они искаженные данные дают людям. Абсолютно. Очень поверхностные данные дают. Да не то, что поверхностные. Там просто люди начинают умничать друг перед другом и говорят умные слова, правильные слова. Приду вам пример. Вот я на своих выступлениях люблю, значит, уточнять у людей про целевую аудиторию. Вот когда мне говорят женщины от 20 до 80, я всегда люблю такое упражнение проделать. Смотрите, я говорю, женщины, допустим, от 20 до 25. Они замужем? У них есть дети? Скорее нет. Какая главная задача? Это мне зал отвечает. Найти избранника желательно всю жизнь. Хорошо. Женщины 25-35. Они замужем? Есть дети? Скорее, да. Пару детей там и так далее. Какая главная задача? И вот зал мне начинает отвечать. Вырастить детей, поднять на ноги. Говорят все правильные вещи. Я сюда стою, улыбаюсь и говорю, а если я скажу вам, что ей хочется выспаться? И у меня весь зал хором выдыхает. Я вот про это говорю. Вот фокус-группа, это вот этот как раз случай. Люди говорят правильные вещи. А нам нужна настоящая глубина. Да, да, да. Вот эти настоящие мотивы. Настоящий мотив – поспать. Но никто не говорит поспать. Все говорят, вырастите детей, сделайтесь достойными людьми и все такое. Ну, все же хотят хороться хорошими мамами. Но нам для работы этого никак не пригодится. Ну, то есть вообще никак. Окей. Все, мы разобрались. То есть мы сделали свод-анализ, мы сделали анализ конкурентной среды, мы сделали анализ потребительских пожеланий, да, то есть их мотивов, что они хотят. Что мы делаем дальше? Вот два, получается. Первый – стратегический анализ. Это набор анализов. Второе – это глубокое исследование клиентов, трехуровневое, желательно, без фальсификата. Ну, как бы, что значит желательно? Без фальсификата, чтобы не было искаженных данных в нем. И третий этап, собственно, разработка УТП. Сначала пишем длинный текст, вот на страничку, на две. Почему покупать у нас? Потом начинаем на базе этого текста писать УТП, которое упаковывается в одну фразу, в одну фразу. И она должна проходить по трем критериям. Первое – нельзя подставить конкуренту, то есть уникально получается. Конкуренту подставить нельзя. Чтобы не могли скопировать дословно. Ну да, да, по крайней мере прямо сейчас. Второе – содержит пользу и выгоду, потому что можно сказать, что наш магазин со стенами тонкого оттенка сиреневого цвета там. Это будет единственный в мире магазин, но людям скажут, ну и что? Кому это надо? Ну, были бы зеленые стены, ладно. То есть УТП должно быть полезным для потребителя, и он должен понимать, какую он выгоду с этого получит. Да, и польза должна быть рациональной в первую очередь. Потому что мы смотрели, и сам автор понятия УТП Росферрис говорил, что это только рационально. И мы по тестам видели, что рационально побеждает. Эмоционально тоже людям, конечно, важна, нужна, но она уступает рационально, рация на первом месте. Но мне кажется, эмоционально оно больше нужно для товаров эмоционального спроса. Нет, эмоционально вообще я бы не увлекался эмоциональными вещами в рекламе. Нужные эмоции создадутся сами. Если ты человеку принесешь радость от хорошей покупки, я вас уверяю, эмоции все нужны и возникнут. По факту покупки. Поэтому второе – должна содержаться выгода. И третье – эта фраза должна быть понятна сразу, без расшифровки. Потому что мы грешим часто тем, что мы написали, и нам надо еще рассказать портянку такую приложить. Что мы имели в виду. Да, что это имелось в виду. Потому что если непонятно людям, они просто не поймут и проигнорируют, и не зацепят это просто. Вот. Получается уникальность, польза, ясность. Вот эта фраза УТП. Таким вот образом. Хорошо. И четвертый этап – это упаковка. То есть УТП – это как бриллиант. Стратегический анализ и исследование клиентов – это как алмаз. Мы нашли алмазы его. А УТП – это как огранку сделали, получился бриллиант. А четвертый этап – это упаковка. Бриллианту нужна оправа, иначе он где будет лежать-то? Его никто не увидит. Его надо сделать ему оправу и куда-то надеть, надеть и так далее. И положить бирюзовую коробочку. Да, да, да. Может быть, достать, наоборот, бирюзовую коробочку, чтобы весь рынок видел. Чтобы весь рынок видел. Рынок, сотрудники, клиенты, конкуренты – все видели, чтобы этот бриллиант высоко, значит, чтобы он блестел. А почему бриллиант? Потому что его трудно сломать, распилить и так далее. Он должен быть очень твердым. Вот его невозможно с ним что-то сделать. То есть УТП должно быть крепким, стратегическим. Хорошо. Все, мы разработали УТП. Как его использовать в рекламном сообщении? Ну, во-первых, первое, самое главное правило – использовать везде. То есть вот где можно, в любой точке контакта. Вот есть такая одна из ошибок – люди УТП взрывают. Например, у Вольво есть прекрасное УТП, но оно находится на третьем уровне сайта. Вот если мы на сайт зайдем, то не на главной странице – это ошибка. Потому что Вольво не является лидером среди машин. Далеко не лидеры даже, не второе место занимают. Но он лидер номер один в области безопасных машин. То есть в головах людей это номер один. И это правда так. Потому что многие технические решения, которые они выдали, забирают себе все машины. Например, трехточечный ремень, к которому мы привыкли – это изобретение Вольво. Лямбда-зонд, который там снижает выбросы в атмосферу. На 90% автомобилей установлены во всем мире. А это изобретение тоже Вольво. То есть и так далее. Они постоянно выдают технические решения. Детские кресла вот эти. То, что вот спиной вперед ездить – это все их изобретение. Вот. И они это главное в свой УТП зарыли на сайте. То есть куда-то там зарыли. Вот я еще знаю, где найти. А представьте, человек не знает. И все. Который впервые особенно покупает автомобиль и нет понимания. Или, например, у них есть такая прекрасная фишка, как детское кресло. Встроенное детское кресло. То есть у меня вот в машине Вольво там два кресла. Они поднимаются. И даже для самых маленьких еще лифт есть такой. Это прекрасное как бы изобретение, я считаю, которое нравится даже мужчинам. А про женщины я вообще не говорю. Это я говорю словами, уже нравится. А когда я показываю, ну там просто все. Эффект паула абсолютно. Люди готовы сменить свою машину вот именно на эту, потому что. Но попробуйте найти на сайте Вольво эти детские кресла. То есть я как потребитель авторынка, я об этом даже вообще не знала. А вот я знаю с 12 клик. Я считал клики. 12 клик и ты увидишь эти кресла. Обалдеть. 12 клик. Представляете? А вроде как международная крупнейшая компания. Так проблема не в размере компании, не ее в известности. А проблема в том, что надо этому учиться, учить. Потому что все, что мы с вами обсуждаем, АИД, УТП, это же больше, около 100 лет всего. То есть с точки зрения человечества это немного совсем. И есть люди, которые в США написали там что-то там. Вот АИДу изобрели, УТП изобрели. Я надеюсь, нашу технологию разработки УТП примет, может быть, Россия, может, весь мир посмотрим. Это хорошо на самом деле. Да. Хорошо, давайте перейдем к целевой аудитории. Мы как раз к этому приблизились. Как определить целевую аудиторию данного УТП? То есть мы поняли, что мы изначально УТП разрабатываем под целевую аудиторию, которая нас покупает. Но одно ли УТП должно быть у компании? Потому что покупают ведь разные слои населения, разная целевая аудитория. То как раз о чем вы говорили. То есть женщин от 20 до 25, от 25 до 35. УТП для них одно или разное? Для каждой целевой аудитории лучше, конечно, свое УТП. Но мы так можем заплюхаться, запутаться. Это дорого всегда, это долго. Поэтому у нас рекомендация такая. Выбрать ядро целевой аудитории основное, которое самый основной наш клиент, который принесет нам больше всего денег. И действовать только на это ядро. Потому что да, можно, у нас были случаи, что мы разрабатывали еще для компаний, для разных целевых групп дополнительных у этой компании свои УТП. Но эти УТП, их не видно, не слышно. Это тяжело. Вот такую вот портфель УТП иметь. Это очень тяжелый груз. И нужен рекламный бюджет очень большой. Да, это всегда тяжелый груз, когда у тебя много марок, много УТП. Это всегда тяжелый груз. И поэтому в целом мы сейчас работаем как. Вот есть, допустим, производитель. У него одно главное УТП для ядра своей целевой аудитории. Вот оно определено, ядро. Вот на него. А остальные марки, они уже идут без УТП. Просто как под зонтиком вот этого верхнего бренда. Потому что мозг не местит все это хозяйство. Хотя, конечно, точнее работать на конкретную целевую аудиторию. Но так как это тяжело, мы выбираем просто главную. А главную я немножко коснулся вот по имидж-мастеру. Делается такой определенный анализ различных сегментов. И мы по ряду критериев смотрим, с учетом специфики бизнеса, смотрим, какой сегмент нам более привлекательен. А если компания работает на разные рынки, то есть, например, на B2B и на B2C, у них же все равно это разные УТП должны быть? Хороший вопрос. Значит, у нас прямо первый проект был, об этом нас пригласили сделать УТП для B2B рынка. Компания LEL пригласила нас в 2015 году для оптовиков. И мы их убедили, слава богу, убедились сделать для конечного потребителя. Почему? Логика проста. Если ты делаешь УТП для конечного потребителя, то и оптовики у тебя будут лучше покупать. Потому что они будут понимать, что лучше будет товар продаваться. И уже продавать надо товар твой, а не куда-то сложить на склад. И все здесь сложилось. То есть, получается, не надо два разных УТП, надо сделать УТП для конечного, как правило. Но здесь, понимаете, здесь немножко частный случай, потому что B2B клиент, он покупает для дальнейшей реализации. А если клиент, например, я просто сейчас сходу не могу предложить вариант какой-то конкретной сферы. А если B2B клиент, он конечный покупатель? Для себя, да? Для себя покупает, для компании. Например, какие-нибудь трубы для частного лица, это одна история. А трубы, допустим, для... Или там запчасти, например, для своего таксопарка, предположим, для своих грузовых автомобилей. Либо частные лица, которые для своих газелек, предположим, покупают запчасти. Вот здесь это все-таки история такая же или нет? Ну, смотрите, здесь ситуация какая. Да, возможно, получится так, что два будет разных УТП, но может так получиться, что у вас все равно одно будет универсально хорошо работать, или они будут чем-то схожи. Ну, просто главный момент останется один и тот же, но, допустим, пару слов будут красочки чуть-чуть другие давать. Я заранее не могу это сказать как. Алексей, прервемся сейчас на рекламу и вернемся через пару минут. Хорошо. Сто один пиар. Сто один пиар. Сто один пиар. Сто один пиар вновь в эфире. Дарья Тангел у микрофона, а также мой гость Алексей Обжирин. Алексей, мы говорили про УТП, про целевую аудиторию и про частный случай, когда УТП может быть разным, например, для рынков B2B и B2C, когда компания работает на оба рынка. И мы говорили про, так уж получились, грузовые автомобили. Алексей. Ну, давайте представим случай, может быть, автомобили такой малогрузовые. Например, есть у частных лиц, например, такие автомобили для личного использования, да, и есть такие автомобили у коммерческих фирм для бизнес-использования, получается. И вот мы начали делать УТП. Может так оказаться, опять же, при стратегическом анализе, когда мы узнаем, что важно для этих и что важно для этих, может так оказаться, что людей интересует увеличенная надежность запасных частей. То есть важно-то одно и то же окажется. Да, может так оказаться, что УТП будет одинаково, хорошо работать на обе группы. А может оказаться, что некий есть, ну, есть некая разница. Этим важно это, этим важно это. Тогда два разных делаем. Хорошо. Окей, давайте тогда перейдем, дальше разовьем немножко тему про целевую аудиторию. Вот может ли быть целевая аудитория шире, чем та, которая сейчас уже у компании покупает? Как вот это определить? Может быть. Когда вот мы делаем этот вот анализ сегментов, мы понимаем, что вот наша существующая аудитория, и вот, допустим, рядом стоящая аудитория, например, их дети, я не знаю, там, или там вот. А можно я пример приведу? Да, давайте. Магазины, которые продают товары для детей. Ну, целевая, прямая целевая аудитория, это все-таки дети, потому что покупают для детей или для подростков. Но покупают-то ведь родители. Ну, целевая аудитория точно не дети. Или игрушки там, предположим. Точно не дети. Целевая аудитория мамы. Но ребенок захочет игрушку, мама ведь не будет покупать то, что ребенок не хочет. Есть реклама, рассчитанная на детей, чтобы ребенок пришел и достал родителей, сказал, купи-купи, чтобы там весь мозг вынес, пока не купишь, там не отстанет. Просто у меня такая ситуация, да. Ну, и такой рекламы, на самом деле, не очень много. Если мы посмотрим, то все-таки вообще лучше всего, на мой взгляд, в этом случае действовать на взрослых. Помните, у нас была реклама двойного назначения. Татьяна Лазарева рекламировала с драйвера. Такие вот были йогурты, что ли, с драйвера. Татьяна Лазарева была в рекламе, значит, это была реклама ориентированная на мам. А это же сам продукт, но там йога, мам, бэби, туда-сюда, там на подростков все шла. Я не знаю, какая рекламная кампания дала больше эффект, но у меня ощущение, что на мам больше. Потому что мамы заботятся о здоровом питании, а ребенком пофигу, что там есть. Где же было послаще там, где же было там. Ну, короче, глютамат натрия наши все получается. Ну, и по факту мама покупает. Все-таки тянет руку на полки. Я сам в торговле же очень давно. Стоит семья передо мной, значит, покупает торговый центр, ой, торговый центр, музыкальный центр для подростка, платит муж, а решает жена. То есть жена там просто вопросы все уточняющие задает, все уже стоят, уже все решено. Эти-то все поняли, то есть запакуй унеси, она все еще уточняет. А ей нужно подокапываться. Женщины, они такие. А сколько живет уникальное торговое предложение? Это ведь не сезонная акция. То есть это не речь о сезонных каких-то предложениях. Ну, на мой взгляд, оно должно быть навсегда, как вот дается имя человеку, да, то есть как бы его желательно не менять всю жизнь, да. Вот так и здесь получается такая ситуация, что почему? Людям кажется, что сейчас наш век, все меняется слишком быстро, и что через пять лет надо УТП поменять. Я говорю, друзья, ну смотрите, вы же накопили капитал. Люди же сейчас помнят, почему покупать у вас. У меня в голове эта информация. С каждым годом эта доля людей увеличивается, если ты делаешь все правильно, если ты бьешь в одну точку. И ты тут решил взять и убрать УТП. И что произойдет? Ну, а ты обнулишь все свои усилия. А ты ведь тратил деньги, время, усилия, убеждения, там, ошибался, может, чем-то, где-то что-то достигал. Поэтому, на мой взгляд, надо делать так, чтобы его всю жизнь не менять. Вот Вольво, как бы, оно же не меняет. Они с каких годов? С 50-х, наверное, активно начали безопасность культивировать. Может быть, еще раньше. У них с 27-го года, по-моему, компания. Вот они не меняют эту политику, оставляют. Вот поэтому, мое мнение, не менять. И я рад, что сейчас, например, смотрите, вот возник там кризис, вот сейчас, да, известный кризис. У наших клиентов не было необходимости поменять вот эти УТП. Он никак не влияет, потому что это тактика. И в этом огромный плюс стратегического планирования, когда твоя работа год тому назад, даже полгода тому назад, позволяет вот во время таких кризисных ситуаций и кризисных периодов выдерживать. Наоборот, ты можешь усиливать свою позицию. Ты даже можешь усиливаться. И когда рынки сжимаются, люди неравномерно уходят от клиентов. Они уходят быстрее от тех, кто слабее. Да, и часто перетекают к тем, кто сильнее. А наличие УТП – это признак сильной компании, потому что тут заморочиться надо, поделать, это не так просто. Да, да. Приведите примеры удачного УТП. Как правило, у своих спикеров я спрашиваю примеры компаний международного уровня, федерального масштаба и местного. Пара-тройка компаний, которые первые на ум приходят, вот прям про которые вот смотришь и думаешь, вот удачный УТП, класс, молодцы. Ну, хорошее УТП у Люра Мерлен, например, там низкие цены каждый день или бесспорно низкие цены. И они еще очень хорошо работают с этим УТП. У них верхушка айсберга в действии в самом магазине. Они берут и там разворачивают на второй уровень. Почему низкие цены пишут еще такие плакаты, висят по всем магазинам. Клевая штука. Или у Вольво, у них УТП звучит, мы стремимся к тому, чтобы в новых автомобилях Вольво не погиб ни один человек. Ну, прекрасный УТП, я считаю, очень глубоко, цепляет людей сразу. Просто я вижу реакцию людей, когда говорю про него. Ну, один момент они зарывают его, я говорил, да, ну, то есть вот это плохо, надо, ну, нужно на видном месте быть. Вот. Из российской компании Утиньков прикольное УТП, на мой взгляд, самый большой банк в мире из России. Вот это вот такой заход наоборот сделали, да, то есть как бы большой банк в мире, точка, из России. Вот мне понравился этот пример. Да. Какие еще УТП в России? Сейчас, может, сходу не вспомню, кто у нас еще. Ну, мне понравился пример, как ребята сделали МЦ-5. УТП для одной из марок, Диван Экспресс, у них марка такая есть, более демократичная. И написано, качество МЦ-5 по суперцене. Вот, Диван Экспресс, качество МЦ-5 по суперцене. По супердорогой цене? Нет, смотрите, МЦ-5, это же вот сами диваны от МЦ-5, которые, они дорогие. А Диван Экспресс, они как бы дешевле. А, типа бюджетные. Ну, тут одна оговорка, надо знать, что такое МЦ-5. То есть, если ты не знаешь, то пустой звук для тебя будет. А если знаешь, ну, вот я включил в книгу свою, как пример позитивный. Вот, на кировском уровне принципиальная чистая вода и доставка с великодушным сервисом. Это водоводство из Русского села. Компания Журавлик, которая связала два миллиона шапочек для малышей по всей России, у них УТП звучит, ласковые шапочки для маленьких детей, отличаются удобством. Лель, вот детская обувь, да, прочная обувь для активных детей. И это я вам называю примеры, где был рост продаж, и он ежегодный. Вот, УТП должно, кстати говоря, его задача ежегодно обеспечить рост доли рынка. Соответственно, рост выручки, рост прибыли и так далее. И мне кажется, здесь даже история не о том, чтобы кого-то удивить и вызвать эффект вау своим УТП. А цель в том, чтобы задеть вот как раз-таки те глубинные причины, почему покупают вот именно вот этот сегмент товаров. Да, то есть, предположим, про шапочки. Мне очень этот пример нравится. Почему? Потому что я мама двоих маленьких детей. И для меня важно, чтобы эти шапочки, блин, были ласковыми к моим детям. Чтобы они не кололи им ушки, чтобы они не съезжали с их головы буйной. Чтобы они были на голове и были мягкими. И вот это крутой пример. Мне кажется, это действительно отработало, хотя это не вызывает эффекта вау. Эффект вау, да. У нас часто такая ситуация, что когда бизнесмен хочет УТП, он ждет какое-то такое, знаете, такое блестящее УТП. Какое-то блестящее, в смысле, что оно прямо ух ты. Да, что все кореша скажут, что, блин, как ты круто придумал. А прочно-богликтивные дети. И поэтому у нас часто собственники разочаровываются, когда первое УТП родилось вот только-только. У них разочарование на лице. Бывает, до месяца длится. До месяца длится, не могут принять его. Почему? Не знаю. А всем остальным нравится. Представляете, мы же тестируем это все. И вот получается, прочно-богликтивные дети, когда было, люди думали, что вот мы что-то такое адыкое придумаем. А на самом деле здесь все пять слов, они вообще не наши. Это клиенты сказали в исследовании, когда мы проводили глубинное интервью. Это все их слова. И когда мы голосовали пятерку финалистов, а было 192 варианта сделано УТП, и мы потом сокращали до пятерки. И эту пятерку финалистов мы голосовали, тестировали на российском уровне. То есть там в очень сложности 1100 российских женщин участвовали в этой работе вообще. И когда 65% выбрали прочную обувь для активных детей, именно этот фактор, смотрите, то, что мы слова женщин вложили в это УТП, они выбрали потом. Сами же это выбрали, да. Это УТП, и оно стало им помогать повышать продажу. У них первый год 15% распродаж, второй год 20% распродаж. При этом рынок детской одежды, обуви падает в минус 20 каждый год. То есть надо понимать, что дельта очень серьезно. А для промышленных предприятий, вы знаете, даже 5% это чудо. Это существенное дороже. А тут 15%. Откуда получилось? Потому что фраза точно, она прошла все барьеры. И клиент, да, клиент, он реагировал продажами, покупками. Алексей, у нас осталось буквально две минуты. Давайте дадим рекомендации предпринимателям и маркетологам, как не сделать ошибки при создании УТП. Не придумывать УТП. УТП это не предмет мозгового штурма. УТП надо разрабатывать по 15-шаговой технологии. Я очень рад, что книга выйдет примерно в сентябре, и она будет доступна всем вообще людям, которые пожелают это сделать. Поясню, книга это... Почему лучше покупать именно у вас? Она сейчас в издательстве Питер готовится к изданию. И не совершать ошибок при разработке УТП, это делать его, упаковывать в одну фразу надо. Это, чтобы проходило по трем критериям, нельзя подставить конкуренту. Есть польза для клиентов, понятно, сразу. Ну и не прятать УТП, как некоторые это делают, там на третий уровень. Оно должно быть на виду. Оно должно быть везде, 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 везде на видном месте. Спасибо большое. Напомню, в студии был Алексей Обжирин. Мы говорили про УТП, о том, как нашим местным компаниям становиться лучше, и почему наши потребители должны покупать именно у них. Яска и охватки. Спасибо. Спасибо, Алексей. До свидания. До свидания.